Первый фестиваль комплекса норм ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья провели в Белгородском государственном университете. Здесь действует программа «Доступная среда», которая помогает комфортно получать знания такой категории граждан. В УЗИ обучаются 159 студентов и работают 73 сотрудника, имеющие инвалидность и ограничения по здоровью. Но принять участие в фестивале ГТО решились не все, а те, кто вышел на старт в репортаже Виктора Лукьянчикова. Вадим Ватрасов студент спортфака Белгу. Лишился кистей рук еще в юношестве из-за электротравмы, но это его не сломило. Узнав о таком фестивале ГТО, решил, что точно будет участвовать. Инвалидность может быть только в голове, это его убеждение. Мужчина работает в адаптивном центре, тренирует юных футболистов, имеющих проблемы со здоровьем. А тем, кто сидит у компьютеров, я бы сейчас, наверное, просто ничего не сказал, пускай посмотрят этот сюжет ваш. Я бы хотел сказать просто родителям этих детей. Не надо с ними всю-всю делать из них инвалидов морально уже, потому что они морально уже признают в том, что таких ребенок инвалид, скажем так. Я подчеркиваю, не человек с ограниченными физическими возможностями, а именно инвалид. Испытания, которые предстоит пройти, участники выбрали сами. Организаторы провели опрос. Больше всего голосов получили стрельба, метание в цель на точность, наклоны на гибкость, плавание. Всего на старт решились выйти 18 человек. У всех свои проблемы, но одно общее желание – жить полноценно. В одной команде с каждым участником – волонтер. В зачет идет их суммируемый результат. Соревнуются команды, два человека. Первый номер – это человек, который имеет какие-то ограничения по здоровью, а второй – это здоровый человек. Те волонтеры, которые изъявили желание с ними поучаствовать. И победитель у нас будет определяться в каждом виде, только по результату команды. Опытные спортсмены, пришедшие на помощь ребятам с ограниченными возможностями, стали для них не только наставниками, но и друзьями. В плавании первыми финишировала пара Александра Нетребенко и Андрея Рябова. Саша – студент-медик, несмотря на инвалидность, занимается спортом регулярно. Ну, во-первых, Саша отрыв неплохой сделал, молодец. Я его постарался поддержать, как мог, изо всех сил. На трибунах группы поддержки. Каждое попадание в цель вызывает бурные овации, иногда и возгласы удивления. Самый преданный болельщик Натальи Сосоенко – ее мама. После страшного ДТП девушка вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. Мама всегда рядом, поймет и поддержит. Если не физически, то морально. Я хочу сказать, чтобы родители не опускали руки и чтобы поддерживали своих детей. Даже несмотря на то, что случилась в этой жизни вот такая страшная трагедия, ближе родителей никого нет у этих детей. Такой фестиваль стал возможен в Белгоу благодаря вузовской программе «Доступная среда». И мечта организаторов – сделать его как минимум общегородским. Виктор Лукьянчиков и Виталий Петренко. Новости мира Белогорья. Новости мира Белгое. Продолжение следует.